Доброе утро желает вам телеканал СТВ. Кстати, утро особенным добрым бывает, когда оно наполнено ароматами сладостей. Как видите, мы уже готовы встречать гостей. Торговая марка «Спартак» является гарантией качества и отличного вкуса. Ею любят миллионы потребителей независимо от возраста. Она всегда оправдывает их ожидания и удовлетворяет самый изысканный вкус. «Спартак» искусство дарит радость и вдохновение. Дорогие друзья, на улице зима, а в студии хорошего настроения тепло, как на Сицилии. А все потому, что к нам пришли наши добрые друзья. Художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Максима Горького Сергей Ковальчик и театральный режиссер из Италии Матео Спиацци. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Я узнал, что, оказывается, Матео не просто из Италии, а театральный режиссер из самого, наверное, театрального итальянского города Верона, в котором происходили события Ромео и Джульетты. Да, да. Матео, стартовал год культуры Италии в Беларуси. Скажите, что это лично для вас означает? Мне кажется, что в наше время культура нуждается в защите и поддержке. И мне очень приятно, что год итальянской культуры в Беларуси в Минске начинается именно с моего проекта, с театрального проекта. Я думаю, сейчас заниматься культурой – это делать хорошую политику, потому что в данном случае вывозить за рубеж итальянскую культуру, пропагандировать ценности итальянской культуры – это делать лучшую часть политики. Факт того, что я ставлю спектакль, для меня означает, безусловно, культурный обмен, быть приглашенным режиссером в русский театр второй раз, и это уже благодаря Сергею Михайловичу, для меня тоже означает многое, и обогащение культурное, безусловно. Также для меня, с точки зрения артистического, работать с артистами в театре русском. Сергей Михайлович, расскажите нам, пожалуйста, всем белорусским театралам, как происходит взаимодействие двух режиссеров на одной площадке. Вы как-то, как Станиславский Немирович Данченко, делите дни недели, значит, я почетным, ты по нечетным, или один отвечает за текст, второй за хореографию. Как вы взаимодействуете? Мы взаимодействуем культурно. Хорошо, что вы говорили о том, что год культуры Италии в Республике Беларусь. Я считаю, что итальянская культура – это одна из древнейших и глубочайших культур человечества. Театр откуда пошел? И театр, и живопись, и музыка, и архитектура, и скульптура. Ну, что нам тут говорить? И соприкосновение нашей культуры с итальянской, на мой взгляд, должно взаимообогатить и нашу культуру, и итальянскую. Для Матео, мне кажется, это тоже интересный опыт работы с нашими актерами. Для нас, ну, у меня, я предложил Матео второй спектакль после премьеры в его комедии, когда замечательная комедия «Масака» жила у нас на сцене. Вот, и поэтому, как говорится, нам с Матео разделять театр ни к чему. Мы, наоборот, взаимообогащаем друг друга. Посмотрите, давайте от имени актеров тогда русского театра расскажите, как они оценивают Матео, удобно ли с ним работать, как он как режиссер. Ну, мне трудно от актеров, как бы, вести беседу, потому что я режиссер. Вот, но, вы знаете, вот, когда входишь в театр, вот я, когда вхожу в театр, я к нему прислушиваюсь. У театра есть свой звук, свой тон каждый день. Запах свой. Да, но это меня меньше интересует. Но вот именно свой эмоциональный фон вот есть. Да, и вот когда заходишь, он сразу чувствуется. Как только внутри постановки идет разногласие у актера и режиссера, я еще, зайдя в театр, никого не видя, уже начинаю их понимать. Вот, и мне настолько радостно, что когда работает Матео, я всегда захожу, и в театре солнечно. А расскажите, что это будет за постановка? Мы говорим, что будет совсем скоро поставлено, так приоткройте завесу тайны. Это будет постановка Карла Гальдони, пьеса «Трактирщица», но Матео ее будет решать по-своему. Я думаю, вам лучше спросить у него. Матео, расскажите, что именно там будет изменено в классическом тексте? Самая главная наша новость, мы покажем репетиции этого текста. Мы постараемся приоткрыть завесу театральной жизни, вот эту театральную машину, показав, как актеры работают над текстом, как они находят там глубинные новые смыслы, когда они репетируют. Мне очень интересно узнать ваше мнение, раз уж вы не в первый раз в Белоруссии, о наших жителях, вы с какими-то из них взаимодействуете, актеры, режиссеры. Вообще, видите ли вы какие-то связи между Италией и Белоруссией? Есть ли какие-то схожие черты? Потому что я вот пытался понять, и, ну, вот говорят, белорусский язык очень мелодичный, итальянский мелодичный. Наверное, вот только в этом общее или что-то еще есть? Ну, во-первых, я хочу сказать, что это уже даже не второй, а пятый или шестой раз, что я приезжаю в Белоруссию. И чем больше я сюда приезжаю, тем больше я чувствую себя дома. Как мне везло встречать хороших людей в Италии, точно так же мне повезло встретить великолепных профессионалов здесь. Будет ли ответный ход от Белоруссии, если Италия ставит в Белоруссии свои спектакли, либо уже есть какой-то подобный опыт? Может, нам туда Короткевича поставить? Ну, это уже зависит от Италии. Если будет год культуры Белоруссии в Италии, то я надеюсь, что можно придумать какой-то ответный проект. Ну, мы когда говорим о том, что это взаимное обогащение, Матео тоже что-то из нашего театра может взять себе в качестве опыта какого-то? Может, на какие-то вещи он стал по-другому смотреть, как режиссер? Ну, конечно, конечно. Во-первых, ведь Матео же не просто репетирует. Он же и спектакли наши смотрит, он смотрит спектакли других театров, общается с нашей театральной школой. И это не может... Ну, вот я помню, как я в Швейцарии был. Я до сих пор помню занятия в театральной швейцарской школе, какие-то их методологии. Они во мне сидят. Я иногда к ним обращаюсь. Так, и здесь я думаю, что этот опыт Матео где-то может использовать в своих итальянских постановках. Ну, что ж... А мне вот интересно, когда будет премьера? Аппетит театралов мы уже, да, как говорится, разыграли. Да, да. Рассказывайте, когда? Премьера будет 18 февраля и 19 февраля будут премьерный показ спектакля «Трактирщица». Да, в Русском театре имени Максима Горького. Отлично. Спасибо огромное за беседу, интересную беседу. Напомню, что в студии «Хорошего настроения» сегодня были наши друзья, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Максима Горького Сергей Ковальчик и театральный режиссер из Италии Матео Спияци. И, конечно же, мы не отпускаем наших гостей без сладких подарков. От нашего спонсора. Угощайтесь, пожалуйста, пробуйте, дегустируйте белорусскую продукцию. Да, белорусскую продукцию, которую назвали в честь знаменитого когда-то итальянца «Спартака». Торговая марка «Спартак» является гарантией качества и отличного вкуса. Ее любят миллионы потребителей, независимо от возраста. Она всегда оправдывает их ожидания и удовлетворяет самый изысканный вкус. «Спартак» – искусство дарит радость и вдохновение. А пока мы прощаемся с нашими гостями, объявляем перерыв на рекламу. Не переключайтесь. Нуга, карамель, орех и много шоколада. Батончики «Спартак» – лови настроение.